Загранпаспорт за 20 дней. Перед Новым годом белгородцы смогут получить документ быстрее, чем обычно. Акцию в регионе проведут с 1 по 20 декабря. Об этом сегодня на пресс-конференции журналистам сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции областного ОМВД Татьяна Федорова. Как правило, паспорт для выезда за границу оформляют 30 дней. Ускорить процедуру поможет электронное взаимодействие между различными ведомствами при проверке документов. Гражданину достаточно подать заявление на получение паспорта нового образца через портал госуслуг. При этом можно не только сэкономить время, но и получить ряд преимуществ. К примеру, возможность отследить статус обращения или принести назначенную дату приема на более удобную. У нас есть так называемый зеленый коридор. По линиям загранпаспортов, так как это у нас услуга одна из приоритетных и более возребленных в электронном виде, у нас даже в эти специальные дни для оказания электронных услуг. То есть понедельник и четверг – это у нас дни, когда принимаются только граждане, обратившиеся в электронный виде. Получить необходимую государственную услугу по линии органов внутренних дел, не выходя из дома. Быстро и без очереди. Для этого достаточно иметь доступ к интернету и регистрацию на сайте госуслуги.ру. Сегодня УМВД предоставляет в электронном виде 14 госуслуг. В частности, можно заказать справку об отсутствии судимости, зарегистрировать транспортное средство, получить водительское удостоверение, оформить свидетельство о регистрации новорожденного. В этом году региональному управлению внутренних дел в электронном виде оказано четверть всех услуг. И число интернет-обращений с каждым годом растет. В связи с тем, что мы в этом году приняли структуру УМВД и управление по контролю за оборотом наркотиков, и управление по вопросам миграции, в 6 и 7 раз мы увеличили только, сравнить с прошлым годом, оказание госуслуг в этом году. А чтобы электронными услугами могли воспользоваться и белгородцы, не имеющие доступа к интернету, ведомство налаживает взаимодействие с многофункциональными центрами.